ЗАПАДНОЕ КИНО Не посмотришь. Но есть импортозамещение в виде гачи сериалов и фильмов. Прям Netflix номер два. И всякие сюжеты непристойного характера, порнофильмы. И неожиданные концовки мультфильмов, по мнению маленьких продюсеров. Сама задумка Гачи Лайф довольно неплоха. Создавая персонажи в довольно простом редакторе. И с помощью студий делать персонажами всякие сюжетные линии. И всякие сюжетные повороты. И просто так приложение погубило Гачи Лайф. И всё из-за того, что маленькие дети увидели Гачи Лайф. И родился под жанр Гачи Лайф. А именно Срача Лайф, который обозревают всякие популярные люди. Я уважаю адекватный фандом Гачи Лайф. Но у всякой вещи есть обратная сторона медали. Даже у медали. И мы её посмотрим. Доброе утро, бабуль. Какое утро? Вечер вообще-то. Ты во сколько лёг, молодой человек? Я лёг в час ночи. Потом проснулся вроде в 12 дня. И снова уснул. Ты и дома так спишь, что ли? Я отсыпаюсь за все дни школы. Ебать, у меня так же. Ты в своём репертуаре, ясно. Кстати, у меня для тебя задание. Не поздно. Ты меня в лес хочешь послать, да? Ну, если разбираешься в ягодках, то конечно. А бабка знает, куда своего внука послать. А в лесу маловероятно, что есть убийцы. И на утро пирожки тогда сделаю. Ой, ради пирожков я и не против. Ну, а пирожки-то вкусные, так что... Всё, я пошёл. Аккуратно там, золотце. Эх, если б ноги не болели. Сама б пошла и его не просила. Сколько я уже хожу, нифига нет. О, а там красиво. Блядь, вот это место! Если это было бы в России... Лучше промолчу. Красиво, я никогда тут раньше не был. Ну, хоть букетик подарю. О, этот красивее. Этот цветок мне, а бабушке букетик. Но место и правда прекрасное. Долго ты что-то. И где ягоды? Ну, там это... Короче, я их не нашёл. Значит, пирожки будут на обед или на ужин. Ну, прости. Ничего, ты же мест не знаешь, я и забыла. Спасибо, золотце. Красота. Показалось. Это цветок. Цветочек красивый, но... Я таких раньше и не видел. Надо загуглить. А может, гугл и не знает. Но надо проверить. Гугл всё знает. И вашу историю браузера. О, что-то нашёл. Говорят, что этот цветок стихии. Огненный цветок? И что он умеет? Этот цветок, как флавы, превращается в козла. И откуда такое в этом лесу? Бабушка же лес наизусть знает. Может, надо у неё спросить про это место? Не показалось. Эм, что? Прикрати в меня тыкать. Блядь, это не козёл. Ну вот это поворот. Ты кто? Чёрт. Ну и за что мне это счастье? Magic. Утром. А как он тут оказался? Доброе утро, золотце. Утречка. Я приготовила завтрак. Иди кушай. Хорошо, бабуль. А что это у тебя? Красивая заколочка. Пусть будет. Красавец. Что кушать будешь? Есть супчик и макарошки. Супчик. Обожаю его. Наверное, лучше от греха подальше снять это. Блядь. А чё он снял заколку? Это же охрененное украшение. Продал бы. Точно. Цветок. Огненный цветок. И что мне с тобой делать? Может, обратно его посадить? Хотя, как? Я же его без корня вырвал. Блин. Звонок телефона. Звонок телефона. Слушаю. Добрый день. Вы Микки Фуд? Ебать он, Микки Маус. Да, я. А что случилось? Ваши родители умерли в автокатастрофе. Что? Примите наше соболезнование. Водитель фуры не справился с управлением. И врезался в автомобиль ваших родителей. Почему они? Почему не тот водитель фуры? Микки. Это ты? Кто и зачем? Тише. Я ничего плохого тебе не сделаю. Ты кто? Я тот цветок, который ты взял домой. Подожди, а как ты? Ты читал про такие цветы? Так, тут я полагаю, опечатка. Он не желает зла, и он его хранитель. Этот, блядь, цветок из параллельной вселенной. Пиздец. Хранитель мой? Мне это не снится. Это не сон. Как бы тебе объяснить? Я, как ангел-хранитель, буду оберегать тебя от плохого. Тогда почему ты не уберег моих родителей? Чтобы я тут не левел. Прости, но без заколки я не смогу тебе помочь. Если будешь носить ее, я смогу быть всегда рядом. А в карман положить нельзя. Он же вроде несет ту заколку. Получается, ты мой хранитель. Но можешь помогать только если я нашу заколку. Типа того. Тогда буду носить всегда. Ты мне ничего плохого не сделаешь, точно? Обещаю. У тебя очень теплая и нежная рука. Ага, ой. Да обнимашки. Сука, блядь, это огненный цветок, нахуй. Микки, а с кем ты разговаривал? Я вхожу. Так, с кем ты тут разговаривал? А, эм. Это я по телефону говорил. Понятно. Тогда я пойду печь пироги. А ты встань с пола, хорошо? Стыдно. Даже в глаза не могу посмотреть. Блядь, тут два варианта нахуй. Либо бабка слепая, либо чел невидимый. Может, хоть на мгновение? Блин. Эм. Отвернись и переоденусь. Повернешься, когда я что-то скажу. Он очень симпатичный. Хотя, о чем я думаю? Он на меня даже не смотрит. Огненный цветик. Что ты сказал? Ну, ты же какой-то огненный цветок. Можно и так сказать. Тогда буду называть тебя огненный цветик. Очень мило. Я в город. По магазинам. Ты со мной? Что такое магазин? Узнаешь, если поедешь со мной. Ладно, го. Позже в магазине. Ты что делаешь, дурак? А что не так? Надо сначала купить это. Ой, а я тут как баран. Ну, почти. Ты как козел. Увидел бы меня кто-то, точно бы ржал. А, это точно. Милашка. Что ты сказал? Что ты милашка. Он правда так считает? Так, идем это покупать. Умничка. Начал все понимать. Не иди с закрытыми глазами, солнце. Возле парка. А что это за магазин? Костюмы разные. На фестиваль вроде. Звучит интересно. Нам туда. Шиза, что ли? Вася, ну короче, анекдот. Лежат два мужика в кровати, и один из них в магазине. Примерь. Ты чего, это слишком открыто. Ну, примерь, пожалуйста. Ну, котенок. Ладно. Она ушла, и меня же не видно, солнце. Цветка не видят, что ли? Пиздец. А тебе костюмчик будем выбирать? А зачем мне? Все равно видишь меня только ты. Ну так. Хорошо, котик. Давай что-нибудь и мне подберем. Ну и пупенна. Берем. И такой чел. А-а-а-а! Это же летающий костюм! А это что? Печенье с предсказаниями. Там вроде внутри бумажечка, и там написано тип будущее, да? Угу. Веришь в это предсказание? Угу. Чувствую клише, где в печенье говорится про любовь между цветком и пацаном. Тип того. Кто первый? Давай я. Теперь ты. Эй, показывай давай. Ниц, ты давай открывай. По этой орфографической ошибкой могу понять одно. Этот сериал сделала малолетка. Ладно, но покажу после тебя. Показывай. После тебя. Показывай давай. Это что, блядь, было нахуй? Ээээ, прости. Это так смущает. Ай, локень, а где с? Эээ, так что у тебя там? Твоя любовь взаимна. А у тебя? Говорить ему или нет? Сегодня ты поймешь, что влюбился. Я же говорил. У тебя глаза. Сердце колодится как бешеное. Don't you wanna die, die, die child? Ютуб не бань пожалуйста это факт Ну а на этом все всем удачи всем пока Да вот в принципе и конец 2 видео так отзывной озвучивает гачи сериал ебануться блять я такой докатился до такой степени ладно поехали давай по домам что почему ночь монстры и зомби скриперы скелеты кое-кто еле на ногах стоит уже темно и поздно я провожу а я-то тогда я с вами не беспокойся иди домой хорошо пока меня очень настораживает подозрительная ухмылка виктора ну что ж пошли я-то ты вообще идешь там за дорогой мой дом спасибо что проводил пока а я-то да можно сегодня переночевать у тебя о чем я вообще думаю последний раз он все не впервые это делает делай что хочешь только не переходи черту я спать я с тобой ни за что ну мы же оба парни поправочка парень тут только один и это я головка от хуя хочешь поцеловать асфальт но у тебя паркет пауза где-то это же фон из совенка спустя пять минут ты хоть понимаешь какие звуки издаешь хорошо пошли спать я с тобой на одной кровати конечно же нет ты спишь на полу ты за кого меня принимаешь за дебила под салями спокойной ночи ложись но если обнимешь я тебя кастрирую хорошо почему ты меня поцеловал очевидно же потому что ты мне нравишься как ты как ты легко можешь говорить о таком а зачем нужно скрывать свои чувства ну а я тебе а я тебе нравлюсь еще раз задашь такой вопрос будешь спать на полу ты жестокий а ты дебил знаешь если бы не ты я бы наверно сейчас был был таким же самовлюбленным богатеньким мальчиком спасибо тебе уже спишь спокойной ночи надеюсь у них ничего не произойдет что там происходит а все что ли еб твою ж мать ебнутый виктор нахуй твою ж мать блять короче виктор ебанулся и стал геем блять ебнутый вы услышали то что нужно вам услышать третье видео это чё подвал и в этом подвале хотя больше похоже на подъезд есть лолька и девка Редактор субтитров А.Семкин 30 секунд этого шедевра и два вопроса. Чё с лицом у Лоли и каким образом чел зелёный превратился в чела в розы? Загадка. Так, это уже попахивает педофилией. Так, это чё, менять будет, блядь? А нет, поцелуй. А чё она уменьшилась? С этим челиком соглашусь, ведь не каждый день такое разнообразие по кринжу, которое может заразить как зомби. Это что сейчас было? Ну ладно, иди. Ну, это неудивительно, ведь это кача срачи, и там просто какой-то трэш. Что ж, я сделал первый выпуск этого шоу. Хотелось бы побольше, но, блядь, во-первых, не хочу вздоху найти от кринжа, во-вторых, не хочу, чтобы меня забанили на ютубе. Ладно, надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Желаю всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok